ДОНЕЦК В Вашингтоне не считают, что конфликт зашел в тупик. Госдеп не поощряет удары по России, но Киев решает сам. Резников в боевых действиях приняли участие более миллиона украинцев. Медведев заявил, Абхазия и Осетия могут быть присоединены при наличии веских причин. Вашингтон одобрил запрос Варшавы на покупку вертолетов «Апач» за 12 миллиардов долларов. Володин – главная проблема Польши, сумасшедшие у власти. США и Южная Корея на учениях отрабатывают сценарий тотальной войны с применением ядерного оружия. Впервые участвуют космические силы Пентагона и полмиллиона гражданских лиц. Ранее министр обороны КНДР заявлял, что ядерная война на полуострове – вопрос времени. Пекин пригрозил Токио торговыми мерами в случае слива радиоактивной воды. На Китай приходится около трети экспорта японской рыбы. Саммит БРИКС начался с обращения участников к бизнесу. В дистанционном выступлении Путин констатировал дедоларизацию и возложил на неназванные страны ответственность за попрание базовых норм свободной торговли. Он же БРИКС против неоколониализма, а Россия пытается прекратить войну на Донбассе. Си Цзиньпин. Геополитическая ситуация мрачная. В ДНК Китая нет стремления к гегемонии. БРИКС надо расширять. Уже подано 40 заявок. Китай продолжит вывозить капитал в Африку и займется ее индустриализацией, невзирая на проблемы в мировой экономике, заявил спецпосланник КНР на континенте. Поставки российского газа в Европу в июле выросли до максимума за год и превысили 2 миллиарда кубов. Доля граждан, посещающих сети фастфуда, уже больше 45%, посчитал Рамир. Это тоже рекорд. Стройка и госзаказы привели к резкому росту потребления стали, плюс 10-12%. Из-за инфляции Нестле повышает цены на детское питание, включая заменители грудного молока. Рейтерс. Прошлой весны в Россию через Таджикистан, Эмираты, Турцию, Китай и Кыргызстан поставлены авиазапчасти на миллиард 200 миллионов долларов. Генпрокуратура насчитала 47 тысяч проблемных лифтов в 59 регионах страны. В Воронежской области уничтожено мясо с возбудителем сибирской язвы. Деловая активность в Германии сократилась на 4 пункта. Это сильнейшее снижение с начала пандемии. На этих новостях евро падает к доллару. Также значительно дешевеет юань. Самый низкий курс с начала кризиса. Британская экономика находится в шаге от рецессии, сообщает Рейтер. Блумберг пишет о попытках Запада ликвидировать урановую зависимость от России. Завод в Нью-Мексико увеличит производство на 15%. Но США, Канада и Франция не смогут заменить мощности Росатома. Военный переворот в Нигерии ставит под угрозу планы создать альтернативу в добыче и обогащении. От поставок Росатома зависит четверть из 92 американских реакторов. Снова Блумберг. Китайская Huawei строит секретную сеть микропроцессорных фабрик для обхода американских санкций. Западные инвесторы избавляются от китайских акций. За последние недели продажи превысили 11 миллиардов долларов. На этом фоне в Китае задержан второй агент ЦРУ за последние 10 дней. Утверждается, что неназванный сотрудник одного из ведомств был завербован в Токио во время посещения американского посольства. На Тайване тем временем арестован уже седьмой агент китайской разведки. Спецслужбы утверждают, что вскрыли сеть среди отставных военных. Профсоюз американской почтовой службы UPS, 340 тысяч работников, пошел на сделку с хозяевами. Ожидавшейся эпохальной забастовки не будет. Лидеры профсоюза заявили о своей победе и новых небывало выгодных условиях для рабочих. Ранее Байдену удалось договориться с железнодорожниками и докерами. Лишь 43% опрошенных граждан России считают традиционной ценностью семью. На втором месте патриотизм 18% и вера 11%. Дом РФ продаст сталинскую дачу в Мытищах. В Нижнем Новгороде с подачи епархии появится памятник Николаю I, вошедшему в историю под прозвищем Палкин.